Снежный апокалипсис обещают нам синоптики, причем уже с завтрашнего дня на востоке и юге страны снежные бури уже бушуют. Одессу и Запорожье заметают. В Днепре объявлено штормовое предупреждение. На дорогах аварии в аэропортах отменяют рейсы. Все подробности расскажут мои коллеги. В Одессе снежит еще с ночи. Ближе к обеду снегопад усилился. Из-за заносов проехать по дорогам сложно. Образовались многокилометровые пробки. Некоторые троллейбусы и трамваи не вышли на линии. Начиная с обеда власти запретили фурам въезжать в город, чтобы не создавать дополнительные заторы. Снегопад частично парализовал и работу местного аэропорта. В Одессу отказались лететь самолеты из Киева и Минска, а борт из Варшавы приземлился на запасном аэродроме в Кишиневе. Коммунальщики рапортует. Обильно посыпают улицы песчано-соляной смесью, но предупреждают. До вечера снег не прекратится. Чиновники попросили одесситов без необходимости не выезжать на собственных автомобилях. Хотелось бы предупредить жителей о том, что надо быть очень осторожными, потому что даже там, где был очищен тротуар, он все равно присыпается снегом. В Запорожье еще вчера дорожники расчищали трассы, а спасатели вытаскивали из-за носов автомобиля. Сегодня снег прекратился и в городе развернули несколько пунктов обогрева. В принципе, в общем-то, возят чаще всего к нам асоциальных людей, которых нет постоянного места жительства, которые нуждаются и в ночлеге, нуждаются в обогреве. Если надо, принимаем, обогреваем. Всего по области планируют открыть около 140 пунктов, но пока такой необходимости нет. Уже завтра ожидают потепление, а снег перейдет в дождь. В Днепре снега немного, пока коммунальщики успевают чистить дороги и тротуары, но на ближайшие дни в области объявлено штурмовое предупреждение. Хотелось бы попросить водителей быть более аккуратными на дороге. В случае ухудшения погодных условий, поменьше выражать на трассе как международного значения, так и местного. В облафтодоре опасаются, если снега наметет прилично, могут не справиться с его уборкой. Парк облафтодора, который занимается эксплуатационным содержанием в зимний период, 75% этого парка уже устаревший. Это те единицы, которым более 20 лет. По прогнозам синоптиков, в четверг снегопады накроют центральные, южные и северные области. Кое-где снежный покров достигнет 40 сантиметров. Елена Мадалюк, Андрей Анастасов, Сергей Бордюжа. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...